Грув 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 Допустим, если у вас, вам встретится дракон или мурлок, вы вряд ли сможете победить его механизмами, да. Но если, ну кого могут мехи победить? Мехи могут победить Монажери, сборку зверинец. И мехи могут, в принципе, неплохо победить зверей, бестов, да. Но как бы в них сложнее выйти, потому что вам нужен бран, вам нужны котики, вам нужны заходы. Блокобот является ключевой фигурой для старта на меха. Вы выходите в третью таверну, находите блокобота. А если вы во второй таверне взяли уборочного голема, у вас прям суперсильная связка есть на раннем этапе. К этому всему можно уже взять и тигра, как он там назывался, во второй таверне, о котором я и говорил. И уже качать механизмов, это будет, в принципе, неплохо. Продолжаем. Бронзовый страж. Бронзовый страж. Прекрасная фигура. Опять же, начало на драконов. Отлично сочетается с новым драконом 4-4. Я не знаю, он здесь близко, где-то название не помню, но сейчас вам его покажу. Он тоже в третьей таверне, сумеречный эмиссар. Если вам посчастливилось найти сумеречного эмиссара с бронзовым стражем, это прям конфетка. Если вы к этому всему добавите еще и восковсадника пыхлевыха из второй таверны, то вы просто имеете самый сильный мидгейм, который может быть в игре. Плюс это все вас выводит в драконов, а драконы сейчас это топ-1. То есть, ну, я думаю, понимаете, да? Поэтому бронзовый страж, эта фигура, вижу, беру. С чем хорошо бронзовый страж сочетается, если не найти вот того бафера 4-4? Порождение он зота. У вас есть порождение он зота, бронзовый страж становится, ну, почти в полтора раза сильнее, да? Два бронзовых стража, да? Либо можно... Два бронзовых стража он зотик, два он зотика бронзовый страж. Все это выглядит очень круто. Плюс можно потом во что-то переобуться, если вдруг у вас это все не вышло. Шикарная фигура, вижу, беру. Вайширский провидец. Ну, только если вы Мурлок, да? Кто его любит? Его любит рыба вот эта, которая прокручивает... Флургал, которую прокручивает Мурлоков. Просто прекрасно. Выходит в третью, имеет хорошее количество Мурлоков. Крутит вайширских провидцев, усиливает стол. Просто прекрасно. Без Мурлоков вайширский провидец играет только в драконов и только после того, как вы получили колесгос. Потому что это боевой клич, он позволяет прокручивать вам драконов, усиливать их. Поэтому там любой боевой клич подойдет. А так, в принципе, только в Мурлоках. Переходим дальше. Вожак. Вожак является одной из ключевых фигур для выхода в зверей. Не в зверинец, в зверей. Что нужно, чтобы я взял вожака? Либо в пуле нам к вожаку предлагают крысу, либо волка, который двух паучков рожает. Или кого-то волчат. Не помню точно. Либо у нас уже есть на столе крыса. То есть мы ставим вожака, а крыса наша автоматически усиливается. С вожаком крысы и любые звери становятся настолько сильны, что вы можете пораньше взять четвертую и пятую таверну и уже собираться либо в зверей, либо отказываться от зверей выходить во что-то более полезное. В зависимости от того, что вам там предложат. Хорошая фигура, но к ней нужны звери. Просто так ее брать. Вот, например, вот те фигуры, бронзовый страж и блакобот, берутся просто так сами по себе, потому что они сильные. А вожак сильный, если у вас есть что-то к нему. Переходим дальше. Главарь банды бесов. Неплохая фигура. Заменяет множество шлаковых фигур. Вы обычно в третью таверну выходите. У вас есть котики какие-нибудь там. Что-нибудь такой хлам, который вы взяли на первой таверне, который вы просто взяли, потому что, ну, взять было нечего. Если вам в роли предложили главаря банды бесов, его можно взять. Почему нет? У нее отличные характеристики. Главарь банды бесов является суперсильной фигурой, особенно если разбафать, против крысы. То есть, если вы видите, что против вас играет много зверей, против вас играет смертокрыл с крысой, да, то возьмите главаря банды бесов, точно не пожалеете. Особенно это хорошо, когда вы только вышли в третью таверну, и вам нужно как-то немножко переобуться, немножко добавить третьих дропов. И вам предложили главаря банды бесов, замените какого-нибудь одного из ваших токенов на главаря банды бесов, не пожалеете. Вот, а также эта фигура помогает жонглёрам играть выход в демонов через жонглёров. Жонглёр душами. Ну, прекрасная, прекрасная фигура. К сожалению, жонглёр душами и демоны через жонглёров душами не являются топ-1 сборкой, потому что их побеждают драконы. Там такие статы у драконов, что жонглёр просто их не расстреляет. У него не хватит мощи. На него надо яд накидывать, чтобы он что-то сделал с драконами. Но такого пока что у нас в игре нет. Вот. Да, это очень сильно на мидге. Но впоследствии вам придётся во что-то переобуваться, чтобы занять топ-1. Либо закончить просто в топ-4, где-то топ-2, топ-3 на жонглёров фактически можно. Если у вас очень хорошо всё зашло. И если противникам не зашли мурлоки под браном с разбафами на хп, с чем вы справиться не сможете. Либо драконы с коллезгасом с разбафами драконами. С этим вы тоже справиться не сможете. А так мидгейм эта фигура выигрывает. Особенно классно брать жонглёра, когда мы во второй таверне взяли двух демонов 3-3 с хрипом на призыв токенов 1-1. Просто прекрасно сочетается. Заклинатель Кристаллов. Хорошее существо, когда у вас есть 1-2 демона. Опять же, мы выходим в третий, у нас есть пара демонов. Возьмите Заклинатель Кристаллов, бахните. Вы станете прямо здесь сейчас сильнее. Это будет важно. Плюс у него у самого статы 5-4. То есть на раннем этапе с приходом Заклинателя Кристаллов это хорошая фигура, если у вас есть 1-2 демона. То есть не пропускайте эту фигуру. Она может сделать вам игру. Она может помочь вам выиграть мидгейм. То есть хорошие статы. Пара демонов бахнет. Уже круто. Это как зубот мира демонов, чтобы вы понимали. Берите, не ошибетесь, только под демонов. Зараженный волк. Ну, хорош зверей. Сам по себе он не является ключевым. Но вместе с вожаком выполняет неплохую роль в победе над мидгеймом. То есть получили вожака, получили зараженного волка, поставили их и уже вы очень-очень сильны. Если вожака, конечно, не будут сразу же убивать. Если вы не попали в скрытый пул и вам не подкручивают, то это будет всегда реализоваться больше в хорошую сторону, чем в плохую. Почему бы нет? Кадгар. Кадгар очень прикольная фигура. Во-первых, это мета-образующая карта. Но это сложная сборка. Через золотого Кадгара Брана вы можете крутить большое количество триплетов с помощью ваших котиков-мурлоков в пятой таверне и собирать большое количество триплетов. У меня было такое видео. 19 триплетов можете посмотреть. Это все работает. Кадгар также хорош вместе с Дрежеглотом. Потому что Дрежеглот, его обилка плюс Кадгар сочетаются. Вы также можете собирать триплеты через котиков и мурлоков. Дальше. Кадгар хорош с хрипами. То есть с хрипами демонов. Когда у вас есть джонглер, но не хватает демонов, не хватает стола. У вас есть три-три. Он рожает мелких. То есть вам позволяет дополнительного токена родить, чтобы пострелять. Я его иногда так использую. Его можно использовать под хрипы зверей, но выглядит очень плохо. Можно использовать под хрипы крошера. Тоже не очень. Не советую вам. Больше. А, еще есть одна реализация у Кадгара. Это когда вы играете за Ахалай Махалайчин. У вас есть дубликат существа. Такой секрет. И у вас есть под таунтом Голдрин. То есть вы ставите четыре существа. Кадгара, Голдрин, пара зверей. Противник бьет именно в Голдрин, потому что он бьет первым, если у нее нет пища. И у вас копируются три Голдрины. Выигрываете. Можно так его реализовывать. То есть, в принципе, больше реализации у нее нет. Как собирать триплеты и немножко помогать демонам. Берите только в этих случаях больше. Ну, прикольная фигура. Советую всем поиграть через нее. Она очень веселая. Очень веселая. Много фана с ним. Кумир толпы. Неплохая фигура, но подходит не всем. Естественно, в сборке, где мы не используем боевые кличи, ее брать не хотелось бы. То есть, кумир толпы плох в зверях. Где кумир толпы хорош, так это где-то на раннем этапе, когда мы только вышли в третью таверну. Нам предлагают кумиры толпы. У нас какой-то там зуботик там бафнул пару, ну, зверя, мурлока, да. То есть, мы понимаем, что мы можем выйти в монажере, в бестиарий. И тогда мы берем кумиры толпы и начинаем какие-то разбафки, да. Потому что самое большое количество боевых кличей мы используем либо в драконах, потому что там галезгас, но кумир толпы обычно там не помещается из-за того, что занимает целый слот. Либо в этих, в монажере. Также кумир толпы может использоваться в мурлоках. Вам нужно существо, которое также будет сильно, как в вашей мурлоке. Потому что очень много боевых кличей среди мурлоков. То есть, там 2-1, там оракул 2-3, там баф 4-4 новая из третьей таверны, там багургал, там баф на ядку. Короче, большое количество боевых кличей. Кумир толпы в мурлоках тоже отлично качается. В общем, выход в третью таверну фактически вижу беру. Да, ну, если нет ничего лучшего. И если у вас есть токен, на котором вы переобуваете. А реализация в каких-то сборках, ну, я вам перечислил только что. Навигатор Пол Вайнка Сквердно играет только в мурлоков. О нем говорить нечего. В мурлоков и на раскрутку под колесгосом на драконах. Так же, как и оракул. Один в один фигура. Обратин Зерус. Очень интересная фигура. Ее можно собрать триплет. Да, если вы не знали, у меня тоже есть видео. Триплет из Зерусов. Посмотрите, у меня много интересных видосиков есть на канале. Если пришли первый раз. В общем, хорошая фигура. Когда вы сильны, вы можете остаться в третьей таверне, купить Зеруса. Либо выйти в четвертую таверну, у вас есть весь стол. Покупаете Зеруса, он во что-то превратится. Да, если вам ничего не предложили. Играть в Абанк через Зеруса я бы не советовал. То есть, допустим, вы выходите в третью таверну, у вас очень слабо все. Вам предлагают Зеруса, вы берете Зеруса в надежде на шестой дроп. Это очень плохо. Как играет Зерус? Вы выходите в третью таверну, у вас все хорошо. У вас там крыска, зубот, там что-то вырисовывается, какие-то полудраконы. И у вас есть дополнительные 3 рубля. У вас при этом стол не ослабляется, у вас там 7 существ. И вы берете Зерус, чтобы потом усилиться. Почему бы нет? Также Зерус, хороший, быстрый Зерус через триплета второго дропа. Обычно это делается через каких-нибудь Мурлогов рыбу там. Через трижеглота это все можно оформить. То есть, триплета взять, оборотни Зеруса при плохих раскладах можно. Почему нет? Нет, он ранее может действительно вам что-то усилить. Потому что, если вы собрали триплет во второй таверне, вы все еще сильны. А если вы вышли в третий дроп и купили Зерус, скорее всего, вы не так сильны, как с триплетом из второй таверны. Дальше. Оголодавший дракон. Многие считают его проклятым. Нормальная фигура, на самом деле. Чего бы привзялись. Неплохой дракон. Он дракон. То есть, в первую очередь. Его можно реализовать под драконов Калесгасом. То есть, он является... Ну, опять же, он сильнее любого токена. Да? Если он победит, он еще станет сильнее. Если вам не нужен будет, вы потом от этой фигуры спокойно избавляетесь. Либо, если он прям очень хорошо у вас начинает качаться, то вы играете вместе с ним. В принципе, до финала он доходит в любой сборке. Если у вас не посчастливо собрать драконов, вы можете оставить этого дракона в манажере. Вы можете оставить этого дракона... Ну, единственное, где вы не хотите его в зверях видеть. И в мехах. Но, скорее всего, к этому моменту у вас либо оголодавший дракон будет продан, либо вы не пойдете в ту сборку. Пилотируемый крошер. Опять же, выходим в третий. Берем, меняем на токен. Это бесспорно. В лейте можно кинуть под бабл. Золотого собирать не советую. Потому что, ну, только если вам нужен триплет. Потому что никогда он, фактически никогда в мехах он не призывает двоих. Это нонсенс какой-то. У вас там обычно баблы, ничего не умирает. И обычно меха не призывает. То есть там из того, что он призывает, много всякого хлама. Поэтому иногда я беру, иногда даже под бабл ставлю. Где-то он справа у меня стоит, что-то дефает. Это красиво. Но в финальной сборке он нигде не участвует. А так сильный третий дроп. Псари. Псарь играет под Голдрин. Псаря можно кинуть на любого зверя. Если у вас не хватает таунта в зверях. И в принципе играет только в раскачке драконов. Зверя. Можно его качать с помощью псаря через Брана. В Монажере можно качать Гидру. Псарем можно качать... Можно бафнуть Голдрин. Три реализации. Которые я только что перечислил у этой фигуры. Ранний псарь тоже так же играет, как и любой баф. Репликатор. Ну, репликатора накидываем на Блокобота шикарный. Либо на мех, чтобы он резал Бабл Блокоботу. Другой реализации у репликатора, собственно, нет. Хотелось бы заметить, что не закидывайте репликатор на бомбу. Даже если у вас на ней получилось Бабл Таун закинуть. Потому что обычно это не будет приводить к хорошим последствиям. Особенно если вы будете выходить в хрипы. И вам нужно будет резнуть бомбу именно. Или чтобы бомба стояла первой. А из нее будет появляться репликатор 1-1. И потом у вас учениц Конгора будет резать и бомбу, и 1-1. Это очень плохо. Ну, в принципе, если вы под Бабл закинули, как-то поставили в конец. Пускай там вскрывается под Ревендера. То, в принципе, можно. И рез Бабл Блокобота. Но это будут мехи, они не топ-1 сейчас. То есть, пробуйте. Иногда репликатор можно поставить просто так. Особенно если вы играете за Смертокрыла. Это чуть-чуть будет хуже, чем... Чуть-чуть будет хуже, чем Крыса. Потому что здесь одно существо плюс 3. 4 существа. А у Крысы стандартно 5 существ. Ржавый Голем играется в двух случаях. Либо на Блокобота. И это становится действительно хорошо. Особенно если есть у вас рез Бабла Блокоботу. Либо Ржавый Голем играется на... Это... Слияние Смотрителя. Да. Больше, в принципе, Ржавый Голем. Он только в Лаите на раскачку Врагореза используется под граном. Все. Больше у него реализации нет. На столе он просто так не стоит. Сумеречный Эмиссар. Шикарный баф для Бронзового Стража. Вижу, беру. Если у вас есть какие-то драконы, возьмите Эмиссара. Вы просто усилитесь. То есть, эта фигура позволяет, во-первых, раскрыться... Восковсаднику Пахлевиху из второй таверны. Бронзового Стража и другим драконам. Это все очень круто. Не считая, что это еще боевые кличи, в Лаите это помогает вам, вашим драконам, просто раскрыться. Чудовище. Одно из самых слабых существ третьего дропа, но не обольщайтесь. Его также можно брать. У нее хорошие статы. Вы его можете ставить вперед. Особенно это хорошо, если чудовище не убивает ваше существо противника. Соответственно, у него полный стол и чудовище никого на сторону противника не призовет. В принципе, играть можно, но, как бы, если вам вообще ничего не зашло, тогда можно и чудовище взять. Можно его разбафать как-нибудь. А 3-3 обычно, как бы, если 3-3 выживает, то это всего лишь один урон. Не так сложно. Ну, по лицу я имею в виду. Переходим к четвертой таверне. Что-то я сегодня разглагольствовал, у меня уже 17 минут говорю. Но третья таверна сложная. Балвар. Только когда вы играете через баллов, у вас есть 2-3 бабла, либо у вас есть дракон новый из четвертой таверны 3-6. Он может заполнить дополнительный слот, но фактически в лейте вы от него отказываетесь. Не является мета-образующей картой, просто усиливающей сборки через бабла и дракона. Высокогрив саванны. Один из сильнейших зверей в четвертой таверне для сборки через зверей. Плюс можете брать его, заменять каких-то слабых существ высокогривом саванны. Точно не ошибетесь. Но самая сила высокогрива саванны, естественно, через вожака и в зверях. Очень хорошо. Можете на него кинуть в Сарем Таунд, пока не нашли Голдрин. Он поменяется на большое количество существ. Гнусинь является главным в раскачке гидры. У вас есть гидра, у вас есть бран, и вы через браны качаете гидру. Очень сильно получается. Гнусинь фактически других зверей обычно не качают. То есть поднимать крысу нет смысла. Там крыс этого волка и льва тоже не имеют большого смысла. То есть обычно гнусинь играет только на гидру. Под браном шикарно. Просто так, просто шикарно. Дать любую атаку на вашу гидру будет просто прекрасно. Поэтому используйте в этом направлении. Драконид-каратель является очень сильным в драконах. Когда вы уже нашли Надину, у вас есть 2, 3, 4 дракона. Вы добавляете драконида-карателя, и он просто становится настолько сильным, что вас выводит в шестую таверну, и вы можете спокойно найти Калезгаса. Собственноручно. Поэтому два драконида-карателя в драконах смотрятся очень хорошо. Если вы пошли в механизм через блокобота и, допустим, баблтаун на какого-то меха, вы можете, давая драконида-карателя, усилить своих мехов. То есть хорошая фигура. Ей достаточно двух баблов, чтобы раскрываться. Но если будет больше, если на драконида-карателя на самом есть бабл, это будет вообще просто прекрасно. Можете играть в мехов через, не знаю, если вдруг играете, через этого потерянного героя, ну, который бабла раскидывает самостоятельно. Вот, на него, на драконида-карателя бабл закинул, и уже очень круто получается. Железный Сенсей. Я его фактически сейчас почти что везде пропускаю. Он играется в двух случаях, когда у вас есть один мех, которого конкретно вы хотите бафать. Например, так посчастливилось, что у вас ровер получил баблтаун, и он один стоит. У вас можете взять, добавить с него Сенсей, он будет бафать ровера, будет очень круто. Либо у вас один блокобот стоит. Вы стоите Сенсей, он разбафает вашего блокобота. В остальных же случаях он не особо играет, потому что он мех, мех сейчас не суперсильный, и в этой мете я бы не советовал вам играть через Сенсея. Больше, ну типа профита меньше. Лучше взять, не знаю, какого-нибудь собрать триплет, найти рыцаря. А он занимает слота. То есть, выбирая между рыцарем и Железным Сенсеем, вы, конечно, возьмете рыцаря. Функция та же, эффект выше. Защитник Аргус. Хорошая фигура. Является заглушкой для многих, многих стратегий. И с помощью защитника Аргуса вы можете дать своему Голдрину провокацию. С помощью Аргуса вы можете дать вашим бронзовым стражам таун, поставить их справа. И тем самым у вас будет возможно реализовываться два раза бабл через Надину. То есть, противник бьет сначала в бронзового стража, потом бьет на Дина и дает снова бронзовому стражу бабл. Это очень много дает. Это позволяет вам не держать какого-нибудь бесполезного таунта без бабла в поздней стадии игры на драконах. Просто прекрасно. Защитник Аргуса также является ключевой особенностью через игры, через бафы таунтов. Мы берем Брана, мы берем Аргуса, ставим какого-нибудь Анигиляра, даем ему Аргуса и с помощью из пятой таверны бафы таунтов это все дело раскачиваем. Получается очень жирно. Не в монажере, конечно, но можно это все дело и в монажере сочетать. Почему? Можно сначала поиграть через Рицарей, потом взять Брана, Аргусом все разбафать, дать таунтов и качать их как таунты. Уже в поздней стадии можно от Рицарей отказаться, если у вас в триплетние собрались. Вот, они много слотов занимают. А Бран, собственно, один слот занимает и все это дело раскидывает, получается, очень сильно. Поэтому заглушечка для сборочек. Если вам предлагают где-то в ранней стадии, Аргус будет, конечно, хуже других фигур. Но в лейте он получается очень незаменим. Зверомаг. Шикарная, шикарная фигура. Выход в ранней монажере. То есть, если у вас есть там какой-то зверь, Мурлок, Дракон, не дай бог, то Зверомаг просто усилит. Да, даже если у вас этот зверь не Гидра, все равно берите, вы покачаете, вы станете только сильнее. Вам нужно усиляться каждый ход, не нужно оставаться. Если Зверомага дали, 2-3 бафа дает Зверомаг, кидаем с удовольствием. Если у вас все-таки зверь Гидра, то Зверомаг еще сильнее становится. Просто прекрасная фигура. Кобальтовый губитель. Дракон не метовый. В лейте не играет в драконах. Единственное, когда его можно приспособить, когда вы выходите через мехов с баблами, когда у вас много баблов, там, допустим, 2 бронзовых стража, блокобот, какой-то мех под баблом стоит, у вас есть пару слотов, вы можете поставить кобальтового губителя, потому что он будет бафать действительно важное существо под баблом и будет давать профит. В иных же случаях кобальтовый губитель не имеет большого смысла. Иногда я его беру в дракона в супер лейте, потому что хочется кого-то качать через колесгаса. В иных же случаях от кобальтового губителя даже в дракона в лейте отказываюсь, потому что он не основополагающий, он не нужен. То есть 3 атаки не дает вэлью в поздней стадии игры, а в ранней стадии игры дает вэлью только баблом. То есть вы не можете гарантировать, что баф полетит именно в бабл. Именно в этом и является минус кобальтового губителя. Ну, если как-то на ранней стадии, там под каких-то баблов можно поиграть, но всегда бывает, что лучше взять вместо кобальтового губителя, к сожалению. Механо-яйцо. Основополагающая фигура для выхода в хрипа через Ривендера. Просто прекрасно. Накинете на механо-яйцо баблтаун, и вы будете просто королем меты. Механо-яйцо позволяет резнуться баблу Блокоботу. Ну, механо-яйцо хорошо само просто само по себе. Часто меняется, да, у вас выходили в Блокобота и 2-3 врагореза, да, и потом впоследствии вы отказываете от врагореза в пользу механо-яйца. Это все выглядит круто. Плюс можно, опять же, выйти в какие-то баблы, но чаще выходятся через Ривендера в хрипа. Охранный Ровер. Ну, о его реализации я уже рассказал. Через Баблтаун можно играть, но зачастую, если вы играете в мехов, охранному Роверу давать Баблтаун не очень хорошо, потому что у вас не умирают существа, потому что они всего лишь теряют бабл. Охранному Роверу, чтобы что-то призвать, нужно освободить слот. И в этом есть загвоздка. То есть вы не хотите давать ему Баблтаун в мехов, но хотите давать ему Баблтаун, если вы играете в Монажере, через Рыцаря вам нужен какой-то мех разбавывающийся. Поставьте Охранного Ровера справа, поставьте Рыцаря, и Охранный Ровер будет качаться просто прекрасно. На ранней стадии Охранный Ровер очень хорош. Очень хорош. Он очень сильно помогает против зверей, особенно когда там крыса какая-нибудь скрывается, а у вас Ровер остается, и вы понимаете, что вы просто изничтожите эту крысу. А о его пользе у Смертокрыла тоже говорить смысла нет. Конечно, раньше Ровер был лучше. Раньше вижу-беру Ровер, сейчас, конечно, я бы в поздней стадии от него даже бы отказывался. Поэтому есть более сильные фигуры. Но в ранней стадии, если вам посчастливилось Ровера поймать, немножко его покачать, он вам в мидгейм точно выиграет. Порящий Страж. Очень редкий гость сейчас на БГМ. Чтобы сыграть Порящим Стражем, вам нужно начинать через Красных. Вам пришел Красный, Красный собрался в триплет, вы начали как-то раскручивать демонов, тут опа, четвертая таверна и Порящий Страж, и вы действительно выигрываете. Но часто через Красных сейчас не играют, потому что это как бы не камильфо. Вам может либо Порящий Страж не зайти, либо возьмете Красных, вам демонов не дадут. В общем, слишком мало демонов, чтобы сейчас сыграть через демонов. Был бы Порящий Страж в третьей таверне, мы бы, наверное, с большим энтузиазмом сейчас демонов играли. Во-первых, сейчас четвертых таверн меньше, а раньше в третьей таверне вы спокойно собирали триплет Порящего Стража, потому что в третьей таверне больше, фактически, физически больше, в пуле третьих существ. То есть в третьей таверне. В четвертых меньше. Собрать триплет Порящего Стража сейчас фактически невозможно. Часто вы собираете драконина-карателя в триплет? Нет. Часто вы собираете болвара в триплет? Нет. Дай бог, двоих найдете То есть троих вы вряд ли соберете В общем, поэтому сейчас демоны играют крайне редко На лоу рангах, может быть, играют почаще В хай рангах это все динамит в основном Пщерная гидра Суперфигура Есть вожак, кинули гидру, 5 атаки Просто прекрасно Видите, в пуле вам предлагают вожака и гидру Возьмите обоих Видите, в пуле есть гидра Ну, фактически она всегда берется Я не знаю ни одной сборки Который бы на мидгейме отказался от пещерной гидры Очень сильная фигура Очень легко раскачивается Не брескайте ее качать через псаря В особенности, если вы не хотите выходить через голден зверей Вот Качать пещерную гидру псарем Это нормально Если вам стример говорит Не качайте псарем гидру Значит, стример плохой Не смотрите его Единственное, где вы не хотите качать псарем гидру Это когда вы играете через зверей Потому что таун должен быть один И таун должен быть у голдрен Только тогда вы не качаете гидру В остальном же в манажере Через таун Ради бога, качайте Любой баф пещерной гидры Будет для вас очень-очень хорош И предвестник пламени Нет, тут еще есть парочка Предвестник пламени Я не играю через него В раскачку можно взять Но уже после того, как вам пришел колесгос С выходом в четвертой таверне Взять предвестник пламени Не имеет обычно смысла, потому что вы в третьей таверне усилились И он просто ни на что не может поменяться К тому же, взяв предвестника пламени под драконов Вы загоняете себя в драконов А впоследствии вам может не насыпать ни колесгоса, ни надины И вам просто придется его продавать А это значит, что вы 3 рубля потратили Поэтому просто так выходить нет В пятой таверне С триплета вы получаете колесгоса Если вам не хватает дракона, возьмите предвестника пламени Только так В четвертой таверне я не советую его брать Это не имеет смысла Его надо качать как-то Только тогда он как-то реализовывается Без прокачки Но его минимум нужно бафнуть драконом 4-4 А у вас к этому моменту Есть, возможно, уже бронзовый страж Который больше любит бафаться Раздражодель Очень крутая фигура У вас есть мех Да даже у вас нет меха Вам в пуле предлагают Врагореза, возьмите Вам в пуле предлагают яйцо Возьмите раздражодель яйцо Вам просто раздражодель предлагают Возьмите его С триплета вы можете получите в брагаре Зададите ему баблтаун Просто прекрасная фигура Реализуется фактически всегда Очень круто играть через эту фигуру Блин, очень крутая фигура Стенолом Блин, сколько что? Еще тут Ой, ой, все, две фигуры осталось Спойлер, две фигуры осталось Стенолом Нет Ну как бы Когда предлагают вам из говна и палок Выбрать стриплета четвертую таверну И вам предлагают Стенолом Наверное Мурлока с ядом И что-нибудь еще Да, там Какую-то хрень Вы возьмете стенолом Неплохо смотрится Когда вы пытаетесь Раскачать демонов Неплохо смотрится Когда у вас нету Жирного таунта Или стриплета Вы его как-то получаете С выходом в флам Можно его взять Но в остальном же Только В демонах Только Ну либо с жонглером Либо под раскачку Вот И все Больше у него реализации Просто тупо нету Даже если вы играете Через демонов Через жонглера В лейте вы от него откажетесь В пользу 3.9 демона В общем Такой Такой си Ядовитый плавник Шикарный Мурлок Но Но, ребят Лейте В мидгейме Он не используется Фактически никогда Есть только Только Один случай Когда вы используете Ядовитого плавника В мидгейме Вы Смотритель У вас слияние Вы на него Уже Закинули 2-4 Баблтаун И только тогда Вы на него Кидаете яд Потому что К моменту Баблтаунта У него уже Так много Атаки Чтобы справляться С большинством Существ В мидгейме А в лейте Яд на Баблтаун Действительно Вам пригодится Если вы выходите Через мурлоков У вас Более-менее Нормальные Мурлоки Не нужно Тратить 3 рубля Чтобы разбафать Ядом Только В том Случае О котором Я сказал Ядовитый Плавник Играет Мидгейме В лейте Ядовитый Плавник Очень сильная Фигура Где-то После Пятой Шестой Таверны Когда У вас Появляется Рыба Когда У вас На мурлоках Вы играете Через мурлока Появляются Баблы Только тогда Вы находите Плавников И раскидываете Им яды Только В этом Случае В остальном Старайтесь Яды На ваших Мурлоках Получить С помощью Адаптатора Из шестой Таверны Вот В таком Случае В медгейме Ядовитого Плавника Не берите Это Минус 3 рубля Это Очень много Эффекта Вы не получите Никакого Потому что Существо Скорее всего Этот мурлок И так Бы справлялся С существом А 3 рубля Вы потратите В медгейме Это Слишком Большие Траты Ради Ничего Ради Того Что в лейте Это когда-то Тебе пригодится Убить Какого-нибудь Жирного Анигиляра Ты до лейта Может не доживешь Потратив Эти 3 рубля В общем Короче Не советую В медгейме И очень советую В лейте Когда у вас Уже Вы выходите В финальную сборку Так Все Да Пятая таверна Пятая таверна Это будет В следующем Видео Если Типа У вас нет Вип-подписки Вы хотите Сегодня Посмотреть Этот ролик Ну оформляйте Любая Вип-подписка Может посмотреть Это видео Сегодня Все это дело Выложу Выложу В общее Пользование Последние Третьи Обзоры Выложу Либо завтра Либо послезавтра Поэтому Ждите Смотрите Если вам Понравилось Видео То не забывайте Про пальцы вверх Под подписчики На канал Вступление в группу Вконтакте А на сегодня Все С вами Мэлгруп Увидимся Когда нет завтра Всем до встречи И конечно же Аутро